В ушедшем 2020 году подвели итоги реализации федеральных, региональных и муниципальных программ, национальных проектов и ежегодного проекта «Реальные дела». В 20 образовательных учреждениях заменены оконные блоки на пластиковые. В двух дошкольных организациях отремонтированы прогулочные веранды. Капитально отремонтирован тир в первой городской школе. Заменено напольное покрытие на керамогранитную плитку на первом этаже в Красненской школе. В детском саду Сурмениевского поставлен новое игровое оборудование на участке. В Петропавловском детском саду приобретено новое технологическое оборудование на пищеблок – шкафы для сушки обуви в групповых комнатах. В детском оздоровительном лагере «Заря» построен овощной склад и заменены окна в столовой. Проведены необходимые срочные ремонты входных групп, лестниц, тамбуров, кровлеобразовательных учреждений. На территории Керсинской школы построен комплекс сооружений для занятий физической культурой и спортом. На базе первой городской школы создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На стадионе Олимпийский появился комплекс для сдачи норм ГТО. В районном центре начато строительство новой школы на 500 мест, где все будет оборудовано по современным ГОСТам. Установили новое оборудование на пищеблоках школ и детских садов, а также по району появилось более 10 детских игровых площадок. В Верхнеуральске установили остановочные комплексы, покрасили фасад и заменили окна в здании многофункционального центра. Во всех поселениях отремонтировали памятники и мемориальные знаки в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Построили два фельдшерско-акушерских пункта. Сделали масштабный ремонт в районной больнице, обновили парк машин скорой помощи и оборудование в нескольких отделениях учреждения здравоохранения. Построили крытый хоккейный корт в Межозерном, где тренировки и игры команды клуба «Майнерс» могут проводить на два месяца дольше обычного сезона, а летом будут проходить другие соревнования. Провели более 41 километра газопроводных сетей в три населенные пункта. Далее пройдет процесс подведения к домовладениям. Изготовили проекты на замену тепловодопроводных сетей, а также проекты на газификацию в двух поселениях муниципалитета. Было отремонтировано более 2,5 километров дорог. 19 пешеходных переходов приведены в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации. 9 километров областной дороги Урлединский-Ложкино-Межозерный, а также 17 километров дороги Верхнеуральск-Степное-Тайсаракер-Сас-Меловский и 8,2 километра автодороги Верхнеуральск-Петропавловский-Южноуральск-Магнитогорск были отремонтированы. Районная администрация приобрела 24 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Завершили грандиозный ремонт Дома культуры и финальный этап реконструкции сквера культуры и отдыха по программе формирования комфортной городской среды. В планах у администрации Верхнеуральского муниципального района увеличение числа отремонтированных объектов на предстоящий период. А это капитальный ремонт спортивных залов в шести школах района, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортзалами в Межозерном. Уже изготовлены проекты сметной документации для проведения капитальных ремонтов в Петропавловской школе Спасского детского сада, детской и юношеской спортивной школы, межозерной средней школы, детского лагеря «Заря». В планах реконструкция здания Петропавловской школы и детского сада в Спасском, ремонт кровли в нескольких образовательных учреждениях. Общество с ограниченной ответственностью при Дурале запланировало строительство молочного животноводческого комплекса на 600 голов. Общество с ограниченной ответственностью «Хлебинка» реконструирует телятник. В ближайшие годы пройдет капитальный ремонт Керсинского, Степнинского и Сурменивского досуговых центров, Строительство пристроек КДО «Меридиан» в Межозерном. В ЦРБ планы закончить ремонт детского стационара и капитально отремонтировать здание стационара для взрослых. Строительство ФАПа в Бобарыкинском и Сурменивском. На площади в Межозерном начнется первый этап реконструкции для благоустройства.